Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Ветхого Завета Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 15 главу. Отвечал Елефас, фоманитянин, и сказал, станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдывается словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы. Да ты отложил и страх, и замалость считаешь речь к Богу. Не честье твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавый. Тебя обвиняет уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе мудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего бы не было бы и у нас? И следовласы, и старец есть между нами днями, превышающие отца твоего. Разве малость для тебя, утешение Божие, и это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? И вот он и святым своим не доверяет и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел. Мы видим, что Ефас, фомнитянин, продолжает обличать Иова в том, в общем-то, в чем он невиновен. И отцы церкви видят здесь, в речах Иова, нежелание утешить человека, который сидит в проказе, болен, который упрошает к Богу, а желание указать ему на какие-либо беззакония. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь и не видишь. То есть здесь Елефас вместо того, чтобы утешить Иова в его страдании, потере семьи, потере детей, потере здоровья, потере всего имущества и богатства, которое было у него, вместо утешения от Елефаса он слышит ничто иное, как осуждение. И вот по этому поводу один из древних экзегетов Александрийской школы пишет следующий Леон Экланский цитата. «Елефас хочет представить пространность речи Иова как свидетельство его глупости. Мы помним, что Иов отвечал ему, а сказанное в ней продиктованным одним лишь гневом, а не разумом. Станет ли мудрый отвечать знанием, говорит он, пустым, и наполнять чрево свое ветром палящим? Иов с начала обсуждения, презрев своих оппонентов, обратил свои слова к Господу. А в этой связи Елефас утверждает, что недостойно мудрого человека пренебрегать своими собеседниками, или прибегать своим собеседникам, вести речь, словно на ветер, произнося что угодно, на свое усмотрение и без страха перед своим соперником, оправдываться словами бесполезными и речью не имеешь никакой силы. Поэтому он так и говорит, Елефас, твое оправдание равноценно обвинению Богу, ведь если ты без вины наказан, тогда тот, кто тебя карает, воистину заслуживает обвинение в нечестии. Конец цитата. Мы видим, что действительно Елефас и в его речах это явно слышно. Он старается найти какие-либо изъяны в Иове, вместе с того, чтобы преподать ему утешение. Он видит, что Иов обращается в молитве к Богу, как мы видели это в 14 главе. А Елефас говорит, что это ты, как бы такими простыми словами начинаешь обращаться к Богу, вообще-то я здесь сижу и надо разговаривать со мной и спрашивать мудрости не у Бога, а у меня. Это такая самонадеянность и осуждение Елефаса Иовом. В Древнем Патерике есть очень хорошее выражение, оно достаточно емкое, одного из святых отцов. Он пишет так. Старец сказал в Древнем Патерике, не осуждай блудника, ибо чьи уста сказали не прелюбодействуй, те же сказали и не осуждай. Действительно, мы часто как-то градации греха, впадая в осуждение, начинаем их передергивать на свой человеческий лад. И вот здесь вот Древний Патерик устами святоотеческого такого наставления напоминает нам, что те слова, которые сказали не прелюбодействуй, те же слова, те же уста. Те уста, которые сказали не прелюбодействуй, те же уста сказали и не осуждай. И далее мы видели 11-13 стих. «Разве малость для тебя, утешение Божие, к чему порывает тебя сердце твое, к чему так гордо смотришь, что устремляешь против Бога Дух твои, устами твоими произносишь такие речи». Мы видели, что в устах Ио, в общем-то, таких речей уж противления Богу не было. Он действительно говорил, зачем я родился на этот свет, и Господи, что-то нашел во мне неправильно. Он вопрошал Бога, чтобы Господь указал ему, но он не проклинал Бога, и он не отрекался от Бога. Он действительно держался из поведания веры и верил в промысел Божий. Вот что по этому поводу пишет, например, свидетель Григорий Двоеслов. Цитата. Достаточно емкая такая цитата, но многообъясняющая. Вообще, вот для исследования, я хотел бы посоветовать свидетель Григория Двоеслов, к нему, пожалуй, Двоеслову самое пространное, такое самое большое толкование на книгу Ио. Вот что он пишет. «Как если бы Елефас, цитата, прямо сказал Ио, если бы ты исправил свое исповедание веры, ты бы давно уже обрел утешение от твоих скорбей. И тогда следует, к чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь, если бы действительно было так?» То есть, если бы действительно Ио отрекся от Бога и предал исповедание веры, то тогда, говорит свидетель Григорий Двоеслов, слова Елефаса были бы действительно правильными. То, что он говорил по отношению к Ио, то есть, к чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь ты. Часто разум праведников столь устремляется к созерцанию горнего, продолжает свидетель Григорий Двоеслов, что со стороны кажется, будто лицо их застыло в удивлении. Но поскольку еретики не научены использовать силу созерцания скрыто, то и считают, что когда праведники и другие правильно понимающие люди так поступают, то это больше лицемерие, чем правда. Они не подозревают, что правдой может быть и такое, чем они сами не владеют. Далее. Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи? Большей частью праведники, когда их вынуждает какая-нибудь необходимость, решаются исповедовать дела свои, как это делает и блаженный Иов, которого после праведной жизни постигли невзгоды. А когда речи праведных слышат нечестивцы, они думают, что все сказанное скорее по высокомерию, нежели по правде. Они своими мерками взвешивают слова праведников, не считая, что добрые слова могут быть сказаны смиренным духом. Как великим грехом является приписывать себе то, чего нет, так и вовсе не является грехом, если человек смиренно говорит о добре, которое есть. Потому часто и бывает, что праведники и нечестивые говорят одни и те же слова, но сердце их отстоит далеко друг от друга. Одинаковыми речами нечестивые оскорбляют Господа, а праведники снизкивают его благосклонность. Так фарисей, войдя в храм, сказал, «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Но мытарь из храма вышел более оправданным, чем фарисей. Так же и зекия, царь, когда тело его охватило болезнь, и он оказался при смерти, молился, говоря, «О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодно в очах Твоих». И не отверг, и не отринулся Господь от такой исповеди совершенства, и скоро услышал его молитву. Вот фарисей оправдался делами, и зекия же, даже и помышлениями, «Потому первый Господа оскорбил, второй снискал благосклонность». Почему так, если не по той причине, что всемогущий Бог слова всякого человека взвешивает по помышлениям, и для его слуха не горды те слова, которые произносятся смиренным сердцем? «Потому блаженный Иов, преподнося свои дела, никоим образом не возгордился против Бога, ибо во всем, что он действительно делал, в нем говорило смиренное сердце». Конец цитаты. Такая вот цитата, действительно, очень много объясняющая в этой ситуации, что есть такие люди, которые не могут понять праведников, как и не поняли, в общем-то, самого Христа. Так Христос им говорил, «Как меня гнали, предупреждая своих учеников, так и будут и вас гнать». Поэтому, когда страдает человек за правду, пусть всегда вспомнит, что и Христос пострадал именно за правду, именно за то, что любил человека и человечество, исцелял, кормил, а его распяли. И далее мы видим с вами, что с 17 стиха Елефас начинает такой уже гордость его, от осуждения он переходит к такой вот высоте гордости своих изречений. Он так и говорит, «Я буду говорить тебе, слушай меня». «Я расскажу тебе, что видел». То есть «я буду говорить, слушай», теперь ты помолчу, «я буду говорить, слушай меня». Такие знакомые такие слова из нашего общего обихода, когда один возвышается над другим и считает себя мудрее, не указывая, где искать советы в Боге, как искать советы в Боге, а «я буду говорить тебе». Вот гордость действительно Елефаса. Тот же Григорий Великий пишет об этом. «Все высокомерные люди отличаются тем, что когда мыслят правильное, пусть и незначительное, они обращают это на службу своей гордыни». Обращают это на службу своей гордыни. Все высокомерные люди отличаются тем, что когда мыслят правильное, пусть и незначительное, они обращают это на служение своей гордыни. Что-то такое маленькое, какую-то мудрость выковырнул и все, уже защеголял. И дальше продолжает. Они через понимание пытаются возвысить себя, а через напыщенность обрушиваются в западню самовозвышения, начиная считать себя более учеными, чем сами ученые. Они вымогают себе почтение со стороны тех, кто их даже лучше, и претендует на то, чтобы в силу своего авторитета наставлять тех, кто святостью их превосходит. Потому теперь и говорится, я буду говорить тебе, слушай меня. Так заканчивается. Действительно, это осуждение и гордость часто проскальзывают и в нашей обычной среде, между нами, в православной среде. Один старец, даже так юродивый, предупреждал о том, что когда заходишь на сети, в сети, в какие-нибудь форумы, там православные люди вроде бы общаются. Но такая перепалка между другом, друг другом, так и вспоминаются эти слова этого старца, и осуждение, и гордость. Он так говорил, нам православным хлеба не надо, едим друг друга, и этим довольны. Действительно, надо как-то быть осторожными и бережными по отношению друг друга. Если брат споткнулся или сестра, необходимо поддержать, а не выказывать, не выпячивать эту елефазовскую праведность и гордыню осуждения. Итак, 15 глава, 20-24 стих, дальше лифаз продолжает. «Нечестивый мучает себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит пред собой меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов, в руках у него день тьмы, устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовишься к битве» и так далее. Но если читать речь Елефаза, вот все 35 стихов, в общем-то, можно сказать, что Елефаз здесь говорит по гордости, но в его словах и есть правда. Правда о людях нечестивых, но это никак не относится к Иову. Также была и правда в словах, в общем-то, и фарисеев, и книжников в некой мере. Они говорили о законе, но она никак не относилась ко Христу. Почему так происходит? Потому как люди часто законы правды и справедливости ставят выше законов любви. Не понимая, что именно закон любви есть в исполнении заповедей Христовых, но это делать необходимо с кротостью и смирением. Каждый исполняет заповедь. И в этом есть, в общем-то, дело всей жизни — учиться этому, потому что церковь — это школа любви. Только в церкви можно этому научиться. Но почему есть в словах Елефаза некоторые правды? Ну, потому что нет абсолютной лжи, поэтому нельзя говорить абсолютную ложь. А ереси — это всегда полуправда, и заблуждение всегда полуправда. Итак, далее он говорит за то, что он простирал против Бога руку свою и противился вседержителю, стремился против него с гордостью, увы, ее под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядьве свои. Вот такие вот образы приводит Елефаз на беззаконников, но это действительно, как я и сказал, что правда в этом, конечно, есть. Вот пишет один из экзегетов, цитата. Образом простертой руки Елефаз указывает на того, кто противостоит Богу, а противником называет того или такого за высокомерие разума. Устремлялся против него с гордой шеей. Здесь Елефаз указывает на резкость и опрометчивость рассудка гордеца. Одержимый таким безумством, он в своем противостоянии не делает медленных шагов. Под толстыми щитами своими упоминание тучности шеи Елефаз указывает на преизбыток и даже истечение гордости. То есть жирное лицо, это такое истечение гордости. Когда людям что-нибудь говорят, они говорят, не говорите нам, мы даже и слышать этого не хотим. Итак, далее 15 глава, 28-30 стих. «Я, он, он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распространится по земле при обретении его, не уйдет от тьмы, отрась его и сушит пламя, и до неравиения у своих улечет его». В общем-то, много правды в этом, то, что смерть грешников люта, то, о чем и псалмопевец Давид неоднократно говорит в псалмах, но снова скажу, что здесь это не относится к Иову, Иов нуждается больше в утешении, а друзья его осуждают, в том числе и Елефаз. Итак, Елефаз говорит о полном разорении нечестивых, так что вместо цветущих городов и домов они населяют пустыню по своей бедности, ибо не уцелеет его имущество. Далее мы видим 15, читаем 15 главу 31-33 стих, «Пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончался, и ветви его не будет зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой». Опять не могу пропустить Григория Двоеслова, удивительное просто истолкование, когда я читаю, что кажется, что можно еще сказать больше этого. Вот он пишет «Доброта от духа». Цитата. «Всякий раз, как мы после греха даем милостыню, мы словно бы расплачиваемся за непристойные деяния». Очень интересно, он здесь пишет, святый Григорий Великий, о том, что мы часто стараемся откупиться от своих каких-либо грехов. Вот как он рассуждает по этому поводу и видит это в речи Елефаза. «Всякий раз, как мы после греха даем милостыню, мы словно бы расплачиваемся за непристойные деяния. Потому и через пророка говорится о том, кто так не поступает и не даст Богу выкупа за него, дорогаться на искупление души их». «Иногда богатые люди, возвышившись, угнетают находящихся ниже, похищают чужое, при этом как будто щедро раздают его другим. А поскольку они притесняют множество людей, то бывает, что кому-то они помогают своей защитой. Кажется, что за беззакония, которых они никогда не оставляют или расплачиваются». То есть понимаем, о чем идет речь. Люди как бы унижают бедного, обирают его, а другого стараются защитить, как бы давать. И все у них кажется, что правильно, здесь сотворил суд, а здесь милость, здесь обокрал, а здесь, в общем-то, дал милостыню. Здесь украл, а другому дал. И в глазах людей он выглядит хорошо. Это все делается для того, чтобы выглядеть в глазах людей. Вроде бы человеком, как кнутый пряник. «Однако цена искупления», — продолжает Сиди Григорий Двоислов, — «тогда освобождает нас от греха, когда мы оплакиваем то, в чем повинны, и отказываемся от него». Не откупаться надо от грехов своих. Не превращать это в индульгенцию. Мы знаем этот печальный опыт, который был в Западной Церкви. Так и говорит. «Однако цена искупления тогда освобождает нас от греха, когда мы оплакиваем то, в чем повинны, и отказываемся от него. Ибо тот, кто постоянно готов грешить и вроде бы платит цену искупления, платит ее напрасно, потому что не искупить душу, если не удерживать ее от греха. «Потому теперь и говорится, пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему. Милостяна богатого и гордого не способна искупить его, ибо совершенное одновременно с ней хищение у бедного человека не позволит милостыне предстать пред взором Божиим». Вот так. Невозможно милостыне это искупить, если человек не желает исправиться. «Мы часто видим, что люди живут порочно, и достигают преклонных лет. Как же тогда говорится, не в свой день он скончался, если при том, что некоторые люди, как можно видеть, не владеют своими членами в силу возраста. Устремление их не перестает искать порочности. Вот есть среди них такие, которые после потерянной жизни приходят в чувства и, обвиняяя самих себя, уходя с путей неправедных, изменяют свои поступки, отвращаются от своей прошлой порочности, сторонятся дел земных и следуют устремлением к небу. «Но прежде чем они прочно укоренятся в стремлении к святости, в силу косности ума, они возвращаются к тому, что начали осуждать, и вновь творят зло, от которого решили бежать». Здесь действительно можно применить слова, что это как пес, возвращаясь на свою блевотину. Часто случается, что для пользы множества людей даже святые мужи служат делам внешним и занимаются управлением людей. Люди, не окрепшие, наблюдая это, пытаются подражать и вовлекаться в подобные дела, хотя прежняя гордость в них не исчезла. А когда за такое берутся люди духовные и неготовые, они делают это плотски. То есть он говорит о том, что добрые дела берутся люди, если за что-то духовное доброделание, но к этому никак не подготовлено, они делают это плотски. «Пока сердце не окрепло в небесных устремлениях долгим рвением и повседневной практикой в той мере, что оно еще не может вернуться к делам внешним». В нем нет корня доброго делания. То есть мы видим, что Сидеть и Григорий двоих слов рассуждают так, что каждый человек, не укрепленный в Господе, старающийся как-то откупиться милостеней за свои прегрешения, потерпит, в общем-то, кораблекрушение в своей вере. Поэтому он так и говорит, чтобы быть постоянным в Боге, о чем апостол Павел пишет эти слова, я часто повторяю, занимаясь им постоянно, вникая в себя в учение, этим себя спасешь и слушающим тебя, необходимо постоянство. Поэтому так и пишет, что нет корня доброго делания. Из-за этого происходит шатание. То встал на путь духовный, то опять ушел, то встал, то ушел. А Господь говорит, в чем тебя застану, в том и сужу. А вдруг как раз это будет момент, когда я сошел с пути, думаю, что вот еще возвращусь, погрешу чуток и возвращусь. А вдруг не успеешь. Поэтому так Григорий двоих слов говорит. Итак, можно сделать такое заключение, что такими речами Лефас показывает праведного Иова, конечно же, похитителям и лицемерам. К Иову это все не относится. Скрывающим свою жестокость. Он, подобно этому, говорил и в первый раз, когда, помните, сравнивал его со львом, с львицей, с детьми львицей, тигра. Мы же должны верить Богу, который в похвалах Иова не назвал его обманщиком, как мы увидим в дальнейшем. Но обвинил, объявил невинным и простодушным. А друзей обвинил в их лицемерии. Это будет сказано в следующих, в конце уже книги Иова. Поэтому вторая речь Елефаза — лжеобвинение и бесполезный упрек. Речь обиженного и возмущенного человека, пытающегося исказить слова оппонента. В то же время в словах Елефаза есть доля, как я уже сказал, истины, служащая нораучительным целям. Итак, нечестивцы приписывают гордыню праведникам, искажают их речи и возносят хулу на Бога. Иов все делал смиренно, не возгордившись против Бога в своих речах. Вот то, что надо было сказать сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok